Рады приветствовать вас в рамках обучения по использованию вашей карты EBT. Это обучение поможет вам понять, какие преимущества есть у вашей карты EBT и как ее использовать. Эта карта – это быстрый и простой способ получить ваши продуктовые и денежные EBT пособия. Если вы имеете право на получение пособий, вы можете получить карту по почте или договориться о том, чтобы забрать карту в Управлении социальной помощи. Если вам необходимо, чтобы кто-то получил ваше пособие за вас, вы можете назначить лицо, которому доверяете, вашим уполномоченным представителям для получения дополнительной карты. За дополнительной информацией обратитесь к сотруднику службы социальной помощи. После открытия счета вы будете получать пособие каждый месяц в один и тот же день. Бережно храните карту EBT, когда вы ее получите. Обратите внимание, что номер вашей карты находится на лицевой стороне карты. Первое, что вам нужно сделать, это подписать карту EBT в поле для подписи. Черная магнитная полоса содержит важную информацию о вашем счете, поскольку ваша карта является единственным способом получать ваше пособие EBT каждый месяц. На обратной стороне вашей карты размещен номер службы поддержки клиентов и номер TTY для слабослышащих. Номер службы поддержки розничной торговли следует использовать только в случае вопросов, связанных с розничными магазинами. Обратите внимание на значок Quest. Этот символ вы также увидите в магазинах, принимающих карты EBT. Важно помнить следующее. Храните карту в надежном месте, например, в кошельке. Не выбрасывайте и не оставляйте карту там, где ее могут забрать посторонние. Нельзя сгибать карту, поврежденная карта не будет работать. Не оставляйте карту в кармане. Вы можете ее потерять или повредить при стирке в стиральной машине. Храните карту подальше от магнитов, видеомагнитофонов, проигрывателей компакт-дисков и DVD-дисков, телевизоров и стереосистем, поскольку они могут размагнитить вашу карту и сделать ее непригодной для использования. Храните карту вдали от солнечных лучей и тепла. Самое главное, никогда не позволяйте кому-либо пользоваться вашей картой. Вы сами несете ответственность за свою карту и свое пособие. Если кто-то воспользуется вашим пособием, то сумма пособия не будет возмещена вам. Затем вам понадобится персональный идентификационный номер или пин-код, чтобы вы и только вы могли получать доступ к своим пособиям с помощью карты. Если вы получили свою карту EBT по почте, пин-код вам пришлют отдельно несколько дней спустя, отдельным письмом. Если вы получили карту EBT в Управлении социальной помощи, вы должны выбрать пин-код при получении. Вы также можете изменить свой пин-код, позвонив в службу поддержки клиентов по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. При смене карты сохраняется прежний пин-код. Прежний пин-код действует для новой карты. Есть несколько способов проверить баланс перед использованием вашей карты. Онлайн, проверив ваш последний чек из магазина или банкомата в кассе магазина. Или позвонив в службу поддержки клиентов. Чтобы проверить баланс онлайн с мобильного телефона, планшета или компьютера, посетите сайт www.ebt.ca.gov и введите свой идентификатор пользователя и пароль, а затем просмотрите свой баланс. Чтобы проверить баланс по телефону, позвоните в службу поддержки клиентов по номеру 1-877-328-96-77. Затем, следуя компьютерным указаниям, введите номер своей карты и прослушайте информацию о балансе. Если вы слабослышащий, воспользуйтесь TTY 1-800-735-29-29. Вы можете использовать свою EBT-карту для получения пособий без хлопот или беспокойства. Это безопасно, удобно и легко. При покупке продуктов вам потребуется ваша карта EBT и PIN-код. Большинство магазинов принимают карты EBT. Ищите значок Quest с продуктовой сумкой в магазине, в котором делаете покупки. Пособия EBT для продуктов питания можно использовать только для покупки продуктов питания. Вы не получите сдачу или денежные средства после покупки продуктов питания EBT. Если вы хотите купить другие предметы домашнего обихода, заплатите за них наличными или снимите наличные средства из денежных пособий EBT. При оплате нажмите кнопку EBT, затем проведите картой по терминалу. Не забудьте посмотреть сумму, на которую взымается плата. Если сумма покупки верна, введите свой PIN-код и нажмите кнопку «Да», «Ок» или «Ввод». С вашего счета продуктовых пособий EBT взымается только точная сумма покупки. Если вы покупаете непродовольственные товары, необходимо снова использовать карту в рамках отдельной транзакции. Знаете ли вы, что можете приобрести свежие фрукты и овощи с помощью карты EBT у местных фермеров и на фермерских рынках? Список ближайших рынков можно найти на сайте www.ebt.ca.gov. Если ваш возраст превышает 60 лет, вы инвалид или бездомный, вы можете принять участие в программе «Питание в ресторане». Эта программа позволяет вам приобретать горячую приготовленную пищу в участвующих в программе ресторанах, приютах, службах доставки еды и некоммерческих организациях. Чтобы узнать, имеете ли вы право на участие, обратитесь к сотруднику службы социальной помощи. Список участвующих учреждений размещен на сайте EBT по адресу www.ebt.ca.gov. Ищите знак EBT на витринах участвующих ресторанов. Помните о том, что пин-код необходимо хранить в секрете, но вы должны помнить его для доступа к своему счету. Если вы четыре раза вводите неверный пин-код, вы не сможете пользоваться картой до полуночи. Это необходимо для защиты вашей карты от использования ее другими пользователями. При совершении покупки не показывайте пин-код кассиру или другим покупателям. Положите свою карту обратно в кошелек или сумку, когда закончите, и не уходите из магазина без карты. После завершения транзакции вам будет предоставлен чек. В чеке указано, что вы купили в магазине. В нем также указана сумма оплаты и баланс карты. Всегда сохраняйте чеки, полученные при оплате продуктов питания EBT. При совершении покупок и использовании вашей карты важно делать полезный и здоровый выбор. Выбирайте продукты питания с высоким содержанием питательных веществ, например, фрукты, овощи, злаковые продукты, молочные продукты, обезжиренные или с низким процентом жира и морепродукты. Вы также можете купить семена и растения, чтобы вырастить пищу в своем домашнем хозяйстве. Делайте покупки во время распродажи здоровой пищи. Собственные бренды магазинов, как правило, не уступают по качеству фирменным брендам. Продукты собственного бренда супермаркета, скорее всего, будут расположены на нижних полках. Осмотритесь, чтобы найти лучшую цену. Важно, чтобы ваши продуктовые пособия EBT обеспечили вашей семье хорошее питание. Вы можете использовать денежные пособия EBT в магазинах для покупки продуктов питания и непродовольственных товаров, например, мыла и подгузников. Магазины также могут предоставить наличные деньги, когда вы совершаете покупку с помощью денежных льгот EBT. Или вы можете снять наличные деньги с вашего денежного счета EBT. Ищите знак «Квест» в местных магазинах. Когда вы снимаете наличные в магазине, сообщите кассиру, что хотели бы снять наличные. Таким образом, эти наличные будут вычтены из ваших денежных пособий EBT, а не из продуктовых пособий EBT. Вы не сможете снять деньги в счет продуктовых пособий EBT. После окончания транзакции вы получите наличные и чек. В чеке будет указана снятая сумма и текущий баланс. Обязательно сохраните чек для отслеживания баланса. При вводе пин-кода вам дается 4 попытки. Если вы 4 раза вводите неверный пин-код, вы не сможете пользоваться картой до полуночи. Если вы забыли пин-код, обратитесь в службу поддержки клиентов и вам помогут заменить пин-код. Если вы получаете денежные пособия EBT и имеете чековый или сберегательный счет в банке или кредитном союзе, вы можете получать денежные пособия EBT непосредственно на ваш банковский счет. Спросите сотрудника службы социальной помощи, можете ли вы воспользоваться таким вариантом. Вы также можете получить денежные пособия, воспользовавшись банкоматом. Банкомат – это удобный способ получить денежные пособия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ищите знак «Квест» на банкомате. В зависимости от того, какой банкомат вы используете, с вас может взиматься дополнительная плата. Уточните все взимаемые сборы самостоятельно. Если вы не хотите оплачивать сборы, снимайте деньги в кассе магазина или позвоните в службу поддержки клиентов и узнайте, где вы можете получить денежные пособия, не оплачивая дополнительные сборы. Когда вы пользуетесь банкоматом, важно помнить несколько простых правил безопасности. Во-первых, не пересчитывайте деньги у банкомата. Перейдите в безопасное место и пересчитайте наличные. Не пользуйтесь банкоматом, если вы видите, что возле банкомата присутствуют какие-то люди и не используют его для снятия денег. Постарайтесь не использовать банкоматы на улице после наступления темноты. Чтобы снять наличные в банкомате, просто поместите карту в слот и выполните инструкции на экране. Введите пин-код и нажмите Enter. Банкомат спросит вас, хотите ли вы снять деньги с вашего текущего или сберегательного счета. Выберите текущий счет. Таким образом вы получите доступ к вашему денежному счету EBT. Затем банкомат спросит вас, какую сумму вы хотите снять. В некоторых банкоматах действуют определенные ограничения, например, некоторые банкоматы позволяют снимать только суммы, кратные 10 или 20. После ввода суммы банкомат проверит баланс. Когда закончите, сразу возьмите деньги и карту и положите их в кошелек или сумку. В чеке из банкомата будет указано, какая сумма была снята, включая сборы и остаток наличных средств на счету. Сохраните этот чек. Обратите внимание, если на вашем денежном счету недостаточно средств, банкомат отклонит транзакцию. Вы не сможете использовать свою EBT-карту в некоторых банкоматах. Пожалуйста, обратитесь к сотруднику службы социальной помощи или посетите сайт по адресу www.ebt.ca.gov и ознакомьтесь со списком банкоматов, которые не принимают карты EBT, и найдите банкоматы, которые принимают. В службу поддержки клиентов вы можете обратиться, посетив сайт www.ebt.ca.gov, на котором вы можете проверить баланс, просмотреть предыдущие транзакции и просмотреть или распечатать выписку со счета. Вы также можете прочесть часто задаваемые вопросы. В службу поддержки клиентов можно обращаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону 1-877-328-9677 и прослушать информацию о своем балансе, изменить пин-код и сообщить о том, что ваша карта не работает. Немедленно позвоните в службу поддержки клиентов, если ваша карта потеряна или украдена, если кто-то использует ее без вашего разрешения и чтобы заказать новую карту. Если вы меняете карту, пин-код остается прежним. Если кто-то воспользуется вашим пособием, то ваше пособие не будет восстановлено. Пользоваться вашей картой EBT легко, вы можете получить доступ к своему ежемесячному пособию во многих магазинах и банкоматах. Ищите знак Quest. Отслеживайте информацию о своем счете онлайн или звоните в службу поддержки клиентов 24 на 7, чтобы получить информацию о счете, проверить балансы, транзакции, получить ответы на часто задаваемые вопросы и общую информацию о карте. Будьте осторожны с вашей картой, храните пин-код в секрете, а карту при себе. Вы можете использовать свою карточку для покупки продуктов и, если имеете право, для покупок за наличные и снятие наличных в магазинах и банкоматах. Не забывайте принимать правильные и разумные решения при совершении покупок с карты. Немедленно позвоните в службу поддержки клиентов, если ваша карта потеряна или украдена, если кто-то использует ее без вашего разрешения или если вы хотите оспорить транзакцию. Вы также можете иметь право на другие государственные программы, такие как программы для женщин, младенцев и детей, или WIC. За дополнительной информацией обратитесь к сотруднику службы социальной помощи. Благодарим вас за участие в обучении по использованию карты EBT.